Это торговцы рынка Берекет Универсал, что на Ожском базаре. Они против закрытия своего комплекса, поэтому вышли на митинг. По словам предпринимателей, администрация пытается лишить их мест, предлагая переехать в новый торговый центр и при этом купить право на годовую аренду за полторы тысячи долларов. Сегодня администрация рынка закрыла ворота, полностью закрыла ворота рынка Берекет Универсал, не пуская людей, арендаторов к своим торговым местам, то есть перекрыв доступ им к своим торговым местам, к своему товару, к своему торговому оборудованию. Это муниципальный рынок. Он рассчитан на малоимущих граждан. Почему вы не хотите думать о населении, которое нуждается в подобном базаре? Зачем нас закрывать? Вскоре на место прибыл первый замглавы Ленинского Акемиата. По его словам, рынок частный, и мэрия не имеет отношения к закрытию комплекса, а значит, помочь ничем не может. Частный рынок. В рамках своих полномочий им указать, чтобы они закрыли или открыли, или какой-то режим работы установили, мы не можем. Если они будут нарушать действующие законы в сфере, которая защитена нашими законами, мы будем тогда приходить и садить. Ну, здесь идет спор между частниками, между руководством базара и торговцами данного базара. Торговцам Берекет Универсала предлагают работать в здании на пересечении улиц Киевской и Кулиева. Именно там в прошлом году случился масштабный пожар. Сейчас администрация на его месте построила практически новый комплекс. Вот только в эксплуатацию его пока не сдали. Он, видите, полуеще недостроенное здание идет. Как мы туда должны зайти? Во-первых, там санузлов никаких нету. Там она идет за речкой находится. Нам хотя бы покажите документы, что здание годно, в эксплуатацию он сдан. Вот тогда, может быть, люди бы спокойно перешли бы туда. Гульмира Джамангараева купила этот магазин на территории рынка, который хотят закрыть еще в 2013 году за 25 тысяч долларов. Ежемесячно платила аренду. А сейчас, рассказывает женщина, буквально всех заставляет уйти с рабочих мест и вынуждают купить торговую точку в том самом комплексе. Никто, конечно, на такое не согласен. Тогда руководство рынка решило пойти на принудительные меры. Теперь на территории Берекет Универсала часто отключают свет. Вот сегодня пришла на свое рабочее место. За это света нету. Администрация, кажется, отключила. И вот с ноября месяца вот такая ситуация у нас. Работать не дают. Фирмы тоже вот под консигнацию брали товар. Товар не дают. Потому что администрация говорит, базар закрываем, выходите, уходите. Из-за отсутствия электричества страдают и продавцы мясной продукции. Мирлан Мусупов несет постоянные убытки. Сегодня вот в 10-11 часов базар открыли. Пришли, у меня, кажется, мясо пропало уже. Люди, которые проходили здесь, начали, что-то воняет у тебя. Я по-быстрому все это все собрал, собрал в пакет и туда мусор какие-то выкинул. Также руководство рынка, по словам торговцев, перекрыло один из путей для покупателей, чтобы они не смогли пройти на территорию Берекет Универсала. Закрыли ворота, пытались спилить лестницу. В то же время в администрации базара застать никого не удалось. Хотя ранее заместитель директора торгового комплекса Берекет Универсал подтверждал, что рынок действительно хотят закрыть, чтобы сделать лучшие условия. Мы хотели закрыть рынок еще в 2010 году и построить крытое здание. У торговцев истек договор 31 декабря 2018 года. Инициативная группа просила продлить аренду. Потом было 23 февраля, 8 марта, но у РУС. А теперь они совсем не хотят уходить. Оплату за аренду мы взяли до 11 апреля. Мы хотим закрыть этот рынок и построить на его месте новый. Сейчас арендаторы, по сути, остались на улице. Клиентов нет, товар не поступает. Многие из них готовы выйти на митинг к Белому дому. Оскар Насипкулов, Урмат Усенов, телеканал «Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова